Здравствуйте! Это программа «Тема». Сегодня в Белгороде в очередной раз вручили персональные стипендии мэра города. О том, как проходил отбор и что делается для поддержки одаренных школьников, расскажет гость студии. Начальник управления образования и администрации города Андрей Мухартов. Здравствуйте, Андрей Александрович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какой год вручается персональная стипендия мэра города? Стипендия вручается девятый год. Впервые это было в 2006 году. Тогда это было 50 школьников города Белгорода. Через год добавилось еще 10. В 2008 году их уже было 80. А вот с 2012 года мы вручаем стипендию для 100 одаренных школьников города Белгорода. Кстати, в числе первых школьников, которые получили стипендию в 2006 году, были Виктором Ильяненко, Павел Усачев, Анна Жукова. Это ребята, которые известны сегодня не только в России, но уже за ее пределами. Это те школьники, которые получали стипендию на протяжении нескольких лет. И сегодняшняя их жизнь в науке, в спорте показывает, что это действительно очень талантливые, способные ребята. А почему решено было увеличить количество стипендий? То есть сначала их было 50, сегодня их 100. Это связано с большим количеством одаренных детей или просто детей стало больше? Безусловно, развивается система работы с одаренными детьми. Совершенствуются ее механизмы. Все больше и больше школьников ввлекается в эту работу. Сегодня налицо тенденция, когда родители увидели, что успешный ребенок имеет больше шансов быть на выходе из школы реально конкурентоспособным. И в связи с тем, что больше и больше школьников претендуют, все больше и больше школьников показывают эти результаты, мы смогли создать систему выявления, поддержки, сопровождения ребят способных одаренных. Поэтому увеличено количество стипендий. Какой размер стипендии и на протяжении какого времени она выдается сейчас в разгар учебного года? Стипендия сегодня составляет 1000 рублей в месяц. Конечно, здесь мы не ставим целью, чтобы ребята зарабатывали. Это лишнее подтверждение того, что они зарабатывают свои первые деньги своей собственной головой, своими собственными руками, своими способностями, возможностями. Стипендия на основании распоряжения, которое утверждено соответствующим документом, выплачивается в течение календарного года. То есть вот те школьники, которые сегодня получили сертификат, они будут получать стипендию за успехи и результаты, которые получили в 2013 году. Она выплачивается в течение календарного года. И вот сегодня у нас на дворе март. По факту вручения сертификата ребята получат стипендию за январь, за февраль, за март. И далее она выплачивается ежемесячно до декабря в размере 1000 рублей. Это вот с 2012 года. До этого начинали мы с 500 рублей, потом 800, сегодня 1000. Каковы критерии отбора и есть ли какие-то четкие параметры, по которым выбирает школьников? Безусловно. У нас есть документ, который называется «Положение о персональных стипендиях». Здесь определены общие положения, порядок выдвижения. И здесь очень четко написано. У нас каждый руководитель, каждая школа, спортивная, художественная, общеобразовательная, знает о том, за что она назначена. Ребята знают. Здесь написано. Стипендия назначается обучающимся, ставшими победителями-призерами международной предметной олимпиады, победителями-призерами и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, победителем-призером регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по различным предметам, победителем различных конкурсов, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти в области образования, победителями-призерами Всероссийских фестивалей, форумов, научно-исследовательских конференций, конкурсов, выставок, смотров, соревнований областного российского уровня и так далее. Эта стипендия вручается у нас по четырем номинациям. И на сегодняшний день ее могут получить ребята, которые одарены не только в области науки и исследовательской научной деятельности, но и в области спорта, это номинация Олимп, в области творчества, в области общественной деятельности. Ну, ни для кого не секрет, что у нас огромное количество школьников, которые проявляют себя, реализуя социальный проект, занимаясь школьным самоуправлением, реализуя какие-то общественные идеи, которые рождаются как раз в среде школьников. Сегодня эта система достаточно развита, и мы видим, что это вырастает реальная активная личность. Этот ребенок может не быть талантливым в каком-то предмете конкретном, они просто успешно учатся, но вот за общественную работу есть такая номинация. И если говорить об уровне подготовки школьников-стипендиатов, можно ли проследить динамику и говорить об увеличении интеллектуального потенциала одаренной молодежи? Я думаю, что да, мы отслеживаем жизненный путь этих ребят, мы стараемся создать им условия для развития. И у нас есть школьники, которые на протяжении трех-четырех лет получают стипендиумы, то есть они не случайно ее получают, они из года в год на каждом новом этапе доказывают и утверждают, что это так. И таких ребят становится все больше и больше. Ну вот, скажем так, когда-то это начиналось с полутора тысяч, с двух, сегодня в муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад, они проводятся по 21 предмету, приняло участие 4,5 тысячи школьников. Это очень много. Это вот масса ребят, которые хотят показать, что они что-то умеют. Из них 709 человек стало победителями-призерами этой олимпиады. Более 20 человек стало победителями регионального этапа, который завершился, и будут представлять город Белгород на всероссийских олимпиадах. У нас уже в этом году есть опыт положительный, когда школьники 9 лицея в центральном федеральном округе оказались лучшими. Я уверен, что на всероссийской олимпиаде они покажут такие же результаты, есть определенная уверенность. И система развивается, больше родителей к этой работе подключаются, они заинтересованы, больше ребят. Поэтому потенциал интеллектуальный, безусловно, увеличивается, и это налицо. И можно ли сказать, что такой способ поддержки талантливой молодежи очередной шаг в построении умного города? Конечно, можно. Человек, который осознанно пришел к конкретному результату, который проявил свою способность и увидел этот результат, этот человек автоматически становится частью той системы, о чем мы сегодня говорим, умный город. Хочется одного, хочется, чтобы все те способности, которые мы развиваем в ребятах, мы стараемся свою систему воспитания строить на этом, они прилагались именно здесь, в Белгороде, чтобы мы получали реальную отдачу от тех одаренных ребят, которых воспитали. Чтобы даже если они уезжают, потом возвращались с новыми знаниями, с новыми... Безусловно, мы смотрели все Олимпиаду, яркий пример, когда человек представляет одну страну, а реально является выходцем из другой страны. У меня глубокое убеждение, что спортсмены города Белгорода должны приносить славу городу Белгороду, Белгородской области, России, никак иначе. Равно, как и наши талантливые, одаренные школьники в области науки, искусства и других отраслей. И насколько сегодня городская система образования готова решать задачу по повышению интеллектуального потенциала? Вы знаете, интеллектуальный потенциал – вещь достаточно сложная, и любой потенциал, его нужно развивать. Поэтому я не хотел бы, чтобы сложилось представление у зрителей, у родителей, у всего города, что мы работаем узко с одаренными детьми. Интеллектуальный потенциал мы развиваем через самые разные моменты. Мы сегодня реализуем проект по развитию и внедрению в жизнь школы, учреждений дополнительного образования интеллектуальных игр, самых разнообразных, начиная от «что», «где», «когда» и заканчивая шашками, шахматами, «го» и так далее. Это развитие интеллекта. Мы сегодня создаем условия, когда появляется возможность у ребят заниматься научной исследовательской деятельностью, потому что это высокий уровень мотивации. Сколько бы мы ни ругали ЕГЭ, ГИА и так далее, мы ведем работу для того, чтобы они успешно сдавали экзамены. Неважно, какая система. Есть одна вещь, которая подтверждается педагогическим опытом. Расширять знания, которые получает ребенок в школе, можно до определенного этапа. Наступает момент, когда расширить то, что мы даем, невозможно. Это не воспринимает ребенок, это ему не нужно. Поэтому наша система направлена на то, прежде всего, чтобы, получив определенный набор знаний, увидеть все-таки глубину, специфику, направленность развития ребенка. И на старшей ступени развивать уже именно эти вещи. Сегодня, я уже говорил о том, что родители активно к этому подключились, мы это чувствуем. И у нас огромное количество родителей, которые стараются максимально подключиться к этой работе. Ни для кого не секрет, кроме того, что в рамках той системы, которую мы выстроили по работе, в том числе с одаренными детьми, сегодня интернет-сообщество, все вузы страны предлагают огромное количество конкурсов, в том числе и платных. Я еще раз громко вслух произнесу, что мы никогда в жизни, ни одна школа не настаивала на участии в платных конкурсах. Платные олимпиады, платные конкурсы – это дополнительная возможность родителям попробовать своего ребенка. У нас есть четкий перечень олимпиад и конкурсов, которые бесплатные, которые мы будем всегда поддерживать и работать в этом направлении. Это дополнительные условия. Поэтому я хотел, чтобы родители слишком не увлекались всеми этими вещами. К сожалению, по опыту знаю и спрашиваю, и коллеги рассказывают, когда полученная распечатка из интернета, которая стоит 50, 70, 100 рублей, приводит к тому, что вся семья вечером садится, и с помощью интернета и энциклопедии пытается проставить галочки в правильных ответах. Это не та работа, которую нужно делать сегодня в школе. И поверьте, что она для нас не главная, не приоритетная. Здесь должно быть решение родителей, участвуем мы в этом или не участвуем. Если это элемент познания, развития интеллектуального потенциала – да. Если нет желания, то давайте будем, а, учить уроки, б, участвовать в тех олимпиадах, конкурсах, которые являются официальными, б, пытаться воспитать своего ребенка, увидеть его реальный потенциал. Я думаю, что система образования города Белгорода к этому готова. И мы стараемся делать так, чтобы каждый наш шаг в этом направлении был осознанным. Поверьте, педагогическое сообщество города – это очень-очень профессиональные люди. Спасибо большое, Андрей Александрович. О работе с одаренными детьми мы говорили с гостем студии, начальником управления образования администрации Белгорода Андреем Мухартовым. До свидания.